Пациентов становится больше. Врачи Ленторской городской больницы отмечают увеличение количества заболевших ОРВИ. По сравнению с аналогичным периодом 2019-го, цифра выше в полтора раза. Всего в больнице от респираторных инфекций сегодня лечится около 3000 человек. Коронавирусных случаев в Ленторе с начала октября зафиксировали более 200. Потому приняли решение вновь развернуть инфекционный госпиталь на 100 коек на базе медучреждения. Валерия Кудрявцева знает, благодаря чему врачам Лентора удается сдерживать количество тяжелобольных пациентов и в каком случае заболевшему лучше вызвать на дом врача, а не скорую. Ольга Гатаулина работает фельдшером скорой помощи в Ленторской городской больнице больше 12 лет. С сентября женщина ездит на вызовы в составе специальной бригады, которую назначают на заявки от людей с признаками ОРВИ и коронавирусной инфекции. На вопрос, не страшно ли, отвечает «это моя работа». В ней всегда есть риск. Постоянно. Вот мы здесь с 8 часов заступили, мы еще не заезжали. Вот минута, когда мы вернулись к круглосуточному режиму, интенсивному. Вызовов очень много. Всего в Ленторской городской больнице работают три бригады скорой помощи. Одна из них ездит только на вызовы к людям с признаками ОРВИ. За последнюю неделю количество обращений увеличилось на десятки. В сутки в среднем по 50 заявок. И, как признаются сотрудники, к сожалению, часто люди звонят в скорую в тех случаях, когда можно обойтись вызовом врача на дом. Если задыхается, если одышка, если сознание теряется, если такое, это уже скорая. А вот есть 37,2, у нас почему-то очень много загруженной бригады 37,2, 37,5. То есть это, пожалуйста, я понимаю, они волнуются. Они очень волнуются за свое состояние. Но это все-таки поликлиническая служба. То есть это можно вызвать доктора на дом. В течение дня доктор к ним приедет. В обязанности скорой также входит транспортировка особо тяжелых больных с пневмонией или коронавирусом в Сургутскую ОКБ. Во время перевозки фельдшеры должны фиксировать медицинские показания пациента каждые 15-30 минут в зависимости от степени тяжести состояния. Мы обязательно измеряем давление, пульс, сердцебиение подсчитываем, просто наблюдаем. С начала октября этого года, а именно с этого периода врачи Ленторской больницы отсчитывают начало второй волны коронавируса, в городе выявили 208 случаев заражения COVID-19. В полтора раза по сравнению с 2019-м выросла численность заболевших ОРВИ, их чуть более 3000 человек. В связи с этой статистикой решили с 26 октября вновь развернуть инфекционный госпиталь на 100 коек. Сейчас там находится порядка 80 человек. Кроме этого, закупили дополнительное медицинское оборудование. Конечно, в дополнение к весеннему мы сейчас подготовились, провели дополнительную кислородную проводку, монтаж путепровода провели в тех отделениях, где лечатся пациенты с COVID-19. Также закупили СИЗы, лекарственные препараты. Также дополнительно подготовлены были медицинский персонал, врачебный, средний, младший. Медицинское оборудование закупили, обеззараживающие устройства, облучатели в количестве 41 единицы, термометры бесконтактные закупили, пульсоксиметры закупили. По словам главного врача Ленторской городской больницы Вадима Петрова, с начала пандемии летальных случаев от коронавирусной инфекции в учреждении не было. Даже среди тех, кого в тяжелом состоянии направляли в Сургутскую окружную. Очень помог единственный в Сургутском районе аппарат компьютерной томографии, который находится именно в Ленторе. Компьютерная томография обладает высокой чувствительностью, если мы сравниваем с рентгенографией. То есть мы можем увидеть ранние поражения в виде матовых стекол. На рентгенографии мы можем увидеть уже более поздние изменения. Но компьютерная томография не является специфичным методом исследования. Мы не ставим диагноз «коронавирусная инфекция». Мы только можем увидеть инфильтраты, пневмонию, характерную для вирусных поражений. В день исследования проходят до 40 человек. Из них вирусная пневмония подтверждается в среднем у 15. Но для того, чтобы поставить диагноз COVID-19, нужно сделать специальный ПЦР-тест. По словам врачей, часто жители требуют проведения КТ без необходимости. Необходимость проведения данного исследования определяет лечащий врач. И там есть определенные параметры, при изменении которых уже врач задумается, проводить нужно или не нужно данный вид исследования. Ну и то же самое по мазкам. Тактика лечения сейчас много схем для амбулаторного лечения легких форм ковидной инфекции. Другими словами, в некоторых случаях госпитализация пациентам не требуется. Часто достаточно изоляции и лечения по назначению врача дома. Однако, по словам руководителя Ленторской городской больницы, при росте числа тяжело заболевших, учреждение готово к увеличению количества бригад для работы с такими жителями. Валерия Кудрявцева, Сергей Коликов, Сургут Интерновости, Лентор.